Книга «Открытым оком», 9 том, «Вопросы по будущему мира и страшному суду», вопрос 2287-й. «Вы говорите, что скоро это мирное и доброе для церкви время кончится и будут гонения. А разве нельзя как-то приспособиться, чтобы и от Бога не отречься, и жить не в тюрьме, а как все люди?» Отвечает Игнатий Тихонович. Лапкин «Нам обещан не компромисс умный с властями, но смерть от гонителей, и за это блаженство». Послушайте, что говорит об этом Зоя Крахмальникова. «Монашество – похвала Церкви Христовой», – говорили святые отцы. «Ее цвет, ее красота, ее сила». Понятно, что те, кто считают монашество похвалой Церкви и испытывают благовение к священному сану епископа, не может не ужасаться, видя плоды безобразия, которые явил нам Господь сегодня. Теперь часто можно услышать такую похвалу епископу. «Он все-таки не женатый» или «похвалу священнику», говорят, он верующий. «В ранее христианской церкви были женатые епископы, но они не давали монашеских обетов. Сегодня женатые митрополиты и епископы – не новость для паствы. Более того, они особо процветают и пользуются почетом у властей мира сего. По-видимому, это и дает им право, грубо, нарушающим канонические нормы церковной жизни, быть наиболее ревностными охранителями канонов и подвергать различного рода наказаниям непослушных их собратьям по вере. Сегодня часто можно услышать, что священники не столько опасаются атеистических властей, сколько церковной иерархии. Ревизия евангельского откровения затронула все сферы церковной жизни. На соборе, послушавшую тысячелетие крещения, несмотря на помпезность его, на присутствие иностранцев и постоянную боязнь вынести ссоры из избы, все же прозвучали какие-то упоминания о бедах церковной жизни. «Мы только правоверные в самом узком смысле этого слова», — сказал митрополит Сурожский Антоний. «Мы говорим слова истины, но истины в нас нет. Наша жизнь не является свидетельством этой истины». Собор продемонстрировал кризис православного сознания. Его документы, которые, надо надеяться, будут опубликованы, войдут в историю нашей церкви и станут поучительными свидетельствами экклезиологического бесплодия и политиканства бесплодия, тщетно прикрываемой громкой и пустой словесностью, в которой не было ни подлинной боли, ни истинной любви. «Дьявол смеется над нами, а мы горюем на реках Вавилонских. Горюем, когда слышим о нравственном упадке наших владычествующихся монахов, о садомском грехе, о коррупции, о взятничестве, интригах, борьбе за власть, человекоугодничестве, тщательно скрываемыми теми, кто участвует в этом, и теми, кому до поры до времени выгоден этот нравственный распад. «Горюем и ужасаемся, когда слышим несущиеся отовсюду вести, нет ничего тайного, что бы не стало явным, о том, что распутинщина нового толка гуляет по покоям патриарха и приближенных к нему, распутинщина и кощунство на красотой священного патриаршего сана. Бог немедлит, он являет плоды безобразия, как бы тщательно они не были скрываемы. То, о чем вчера невозможно было и подумать, а сегодня может прозвучать лишь как намек, завтра мы верим в это, будет провозглашено скровель». В стергиянстве, как в обновленчестве, определенного толка действует иной принцип. Кто хочет быть больше, подчиняй себе других, тех, кто стоит ниже тебя на иерархической лестнице. Понятно, что такой демократизм губителен для церкви. Он препятствует любому проявлению соборности. Отсутствие всяких начал демократизма в московской патриархии рождает авторитарный, административно-бюрократический стиль управления церковью. Рождает бесконтрольность, безнаказанность. Дает возможность немедленно расправляться с непокорными, то есть создает церковный тоталитаризм в чуждой природе церкви. Измена Слову Божию, даже самое, казалось бы, незначительное, непримерно оборячивается нравственным распадом. И тогда с нами случается то, что случилось с Саулом. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» говорит Самуил Саул. «Ты отверг слово Господа, и он отверг тебя». 1 Царств 15 глава 19 и 23 стих. «И от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». 16 глава 14 стих. Саул был помазанник от Бога, на нем была особая харизма, но благодать не пожизненная рента, повторяю я, не печать, приложенная к бумаге. И потому, когда Саула оставила благодать за то, что он не послушал глаз Господа, врата ада одолели его и овладел им злой дух, дух зависти и ненависти, дух боязни за себя, побуждающий к преступлениям. Он еще оставался по виду царем, он казался помазанником, но царство было отторгнуто от него. Давид был уже помазан в царя. Так тайная сила божественной благодати выбирает тех, кто угоден Богу, кто еще не явлен миру и отвергает царей вчерашних помазанников. Они еще продолжают почитаться священниками и царями, у людей мира сего, но их уже нет. Они угодны еще миру в этом звании, но их контракт с миродержавцем потерял силу. История церкви знает немало случаев, когда вероотступники и еретики были патриархами, епископами и помазанниками божьими. Святой Максим Исповедник явил пример бескомпромиссного служения истины Христовой в противостоянии тем, кто, казалось бы, обладал харизмами святительского служения, тем, кто, казалось бы, обладал непререкаемым авторитетом. Преподобный Максим отверг ложь не только патриарх и епископов, но отверг решение вероотступнических соборов. Все эти соборы, речь идет о соборах, на которых было утверждено лжеучение, созывались по царским повелениям, однако все они отвергнуты и преданы анафеме, так же, как на них были составлены вероопределения безбожные и богопротивные. Память празднуется 24 января. Его Максим Исповедник. Отказываясь от общения с Константинопольским престолом, преподобный Максим заявил, что те, кто отвергся от правой веры, приняв на своих соборах еретические и вероотступнические постановления, много раз сами отлучили себя от церкви и изобличили вне православии. Преподобный был объявлен врагом царю и оклеветом, как государственный преступник. Эти новые течения не имеют не менее драматичной для церкви, чем иконоборчество, расколы и ереси, переживаемые церковью в ее истории. Бывали соборы еретические, пишет Хомяков. Каковы, например, те, которых был составлен полуарианский символ? Соборы, на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое более, чем на Никейском, на которых императоры принимали ересь, патриархи провозглашали ересь, папы подчинялись ереси. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющиеся никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственное, что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народам, тем народам и в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждою, церковником и мирянином, мужчиной и женщиной, государем и подданным, рабовладельцем и рабом, где, когда это нужно, по усмотрению Божию. Отрок получает дар видения, младенцу дается слово мудрости, ересь ученого епископа опровергается безграмотным пастухом, дабы все было едино в свободном единстве веры, которое и проявление Духа Божия. Том 2, издание 3, страница 71-72. Это он свидетель страданий Иисусовых, напоминает ученикам Христовым, «Если злословят вас, называя политическими преступниками, то вы блажены, то есть вам даровано блаженство, ибо Бог знает, за что гонят вас ненавидящие имя Его». Блаженство, однако, всегда хотят забрать те, кто не имеет его, считая, что блаженство входит в компетенцию властимущих и им обладающим властью, церковной или мирской, да на власть лишать блаженства при помощи клеветы и хулы. И стыдно становится, по словам Хомякова, за церковь, до того низкоупавшую, что она уже не совестится рекомендовать себя правительством или народом, словно наемная дружина, выторговывающая себе за усердную службу денежную плату, покровительство или почет. Хомяков, том 2, 5 издание, страница 82-83. Михаил Новоселов, известный церковный писатель, по всей вероятности принявший мученическую кончину в годы сталинского террора, смотрите сборник «Надежда», выпуск 10, страниц 155, останавливался подробно в своих письмах к друзьям на проблемах церковной жизни, актуальных и в наше время. Не будем смущаться и неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным. Это не новость для церкви Божьей, нравственные потрясения которой, исходившие всегда от иерарха, а не от верующего народа, бывали так часты и сильны, что дали повод к поучительной остроте. Если епископы не одолели церкви, то врата ада не одолеют ее. Не будем неудумевать и перед тем, что часто простецы, инокии и рядовые миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревность о деле Божьем, но и разума духовного. И раньше уши народа оказывались, по словам Илариона Пиктовийского, святее сердец иерархов. Ни одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божьей. Ни ими и ни учеными богословами хранится святое достояние ее. Дух истины, почивший на славных первенцах ее, перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его припосредством тех, именно коих написаны в книге жизни, а не в ставленческих грамотах и ученых дипломах. Ибо подлинное самосознание церковное движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости. Церковь не платит духовной дани никому, и напрасно религиозные руководители объявляют себя Церковью. У Бога нет лицеприятия. Церковь не отказывается от канонизации святых, боясь пробудить политические эмоции. Она не боится никого, боится только оскорбить Бога, Его благодать. И примемлет царство непоколебимое с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12, 28. У нее другой язык, язык веры. Она сокрыта в сокровенных пустынях сердечных, и ее никому не дано достичь насильственным образом. Михаил Новоселов в тех же письмах о церкви приводит отрывки из исследования о церкви князя Д.А. Хилкова, апологета церковности, как его характеризует М.Новоселов. Если мы станем на точку зрения благовествования и признаем, что церковь есть именно церковь, храм живущего в ней Святого Духа, тело Христово и живой организм, то все представление наше меняется. Святитель Тихон Задонский писал, «Должен опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не удалилось неприметным образом из того человеческого общества, которое не умеет хранить этот бесценный дар Бога». Новопрославленный святой епископ Игнатий Брянчанинов свидетельствует в своих письмах и сочинениях о том, что время страшное, не от кого ожидать восстановления христианства. Сосуды Святого Духа иссякли окончательно повсюду, даже в монастырях этих сокровищницах благочестия и благодати. А дело Духа Божия может быть поддерживаемо и восстанавливаемо только Его орудиями. Решительно оскудили живые органы божественной благодати. В облачении их явились волки, обманывают и губят овец. Святитель Афанасий Великий говорит, что одним из признаков приближающего пришествия Антихриста будет переход церковного управления из рук архипастерей в руки светских сановников. Признак очень верный. Это не может состояться иначе, как при утрате духовенством своего существенного духовного значения, своей энергии, порождаемой решителем отречением от мира. Чиновничество уничтожено в церкви. Существенное значение иерархии уничтожена связь между пастырями и паствою, а миролюбие, ненасытное стремление к суетным почестям и накоплению капиталов уничтожило в пастырях христиан, оставило в них лишь презренных, ненавистных полицейских. Предсказанное в Писании совершается, охлаждение к вере объяло и наш народ, и все страны, в которых доселе держалось православие. Дело православной веры можно признавать приближающимся к решительной развязке. Одна особенная милость Божия может остановить нравственную всегубящую эпидемию, остановить на некоторое время, потому что надо же исполниться предреченным Писанием. И когда мы читаем. Продолжение следует...